Шаг в вечность. Сегодня щелковцы отдали последние почести трём своим землякам. Лётчикам, погибшим при исполнении своего долга в составе экипажа Ил-76, упавшего в условиях плотного задымления при тушении пожаров в Иркутской области. Траурная церемония прошла в Доме культуры на Чкаловск. Три лётчика, три судьбы, три оборвавшиеся жизни. Командир экипажа Леонид Семёнович Филин. Заслуженный пилот Российской Федерации. В МЧС России с 1995 года неоднократно участвовал в ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории России и за рубежом. Государственные награды Орден Мужества дважды в 1997-1998 годах. Медали за отвагу, за боевые заслуги. Десятки наград Министерству по чрезвычайным ситуациям. Штурман Георгий Лаврентьевич Петров. В МЧС России с 2008 года. Многократно участвовал в ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Российской Федерации. Награды. Знак участнику ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. За заслуги. Медали за отвагу на пожаре. За Сотружество во имя спасения. Бортинженер Виктор Николаевич Кузнецов. В МЧС с 1996 года. Неоднократно участвовал в ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Российской Федерации и за рубежом. Государственные награды, медали за спасение погибавших, имени Нестерова, участнику чрезвычайных гуманитарных операций. К сцене зала Дома культуры к накрытым знаменами России гробам пришли их родные и близкие, им тяжелее всего. Пришли многие-многие жители Чкаловской. В зале море цветов и десятки венков. Летчикам отдают самые высокие воинские почести. Мы сегодня прощаемся с героями. Героями, которые жили рядом с нами на Щелковской земле. Конечно, это большое горе. Большое горе для близких, для родных, для друзей, для тех профессионалов, которые трудились вместе с ними. Вы знаете, остается только соболезновать и обязательно помнить, потому что они ушли из жизни геройски. Есть такая профессия. В мирное время быть на переднем крае. Она ведет к самопожертвованию, потому что своей жизнью часто спасаются жизни других. Так произошло в этом случае. Мы благодарны нашим землякам, благодарны нашим героям, которые ценой своей жизни спасли жизнь других. Мне сегодня трудно подобрать слова, которые в данном случае всегда говорят. Родные и близкие потеряли своих сыновей, мужей, отцов. И в то же время ребята до конца выполнили свой профессиональный долг. Они герои. Погибшие летчики до прихода в МЧС служили в военно-транспортной авиации. В дивизии особого назначения дислоцирующейся на аэродроме Чкаловский. О них вспоминают их сослуживцы. Знал всех. С Гошей Петровым летал в одном экипаже. Выполняли многие задания. Вы знаете, это люди, которые относятся к разряду штучных людей. Поэтому потеря таких людей, конечно, для общества, для государства, это большая потеря. Многие на Чкаловской бывшие военные летчики проходили свою дальнейшую службу в МЧС. Они знают, каково летать над горящими лесными массивами. В районе очага безопасные высоты не действуют. Действует только цель одна – погасить. Поэтому тут просто нужно было выполнить задачу, которую они старались выполнить. То есть выполнить, сделать свое дело. Люди делали доброе дело. Вы знаете, святые люди, потому что они честные. Это я знаю, как качество моральное. И знаю их, как добрых людей. Они в любое время могли людям оказывать помощь. Такая работа была, такая служба была. Церемония прощания с летчиками продолжилась на площадке перед зданием Дома культуры. В последний миг, когда играл гимн России, днем на траурной церемонии прочертил помахавший крыльями самолет. Такой же Ил-76, какой вели наши летчики через огонь и дым в вечность. Андрей Цеханович, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».